МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите ух этим выпуску. Ельщина памятая, митингами и патриотичным автопробегом в районе отзначили день вызволения немецко-фашистских захопников. Спрацевали оперативно. За ликвидацию наступства не погоди гомельские облыканкам, подяковал працанникам Гомеля Нерха. От принятых решений будет залежить, будучи не краины. Депутат парламента Виталий Уткин поделился с радостью с лухачами меркованием на контметов и задачу с белорусского народного схода. А зараз об этом и иншим больше подробязно. 77 годов под мирным небом. Ельщина означила день вызволения немецко-фашистских захопников. Мироприемства, организованные у гонор памятной даты, объеднали молодцы, людей старейшего поколения. Их мета выказать данину поваги усим, кто охверовал собой, уделя миру народной земли. Подробязности в наступном сюжете. Митинг у самым сердце города махчымасть пригадать сумные сторонки истории Ельского района. Мноство загубленных житцев, спаленные гитлеровцами вёске, жахи оккупацийного режиму. Однако, не глядячи ни на что, Ельск выстоял. У студене 44-го партизанские формирования сумесно с Шервоной армией вызволили поселок, абшым с гордостью узгадываюць нашатки. Словы падяки за мирное небо, хвилина маучанья, ускладанья вянков и кветок, усёх это только пачаток мемориальной акции. День памяти протягывается. Одна с центральных падей дня – аутопробег у гоноргероев. Автомобили, упрыгоженные державной символикой, здесь нели подороже по местах памяти Великой Айчиной войны. Керауництва района, простауники мясцовых организаций и предприемствов усклали вянки и кветки под супроводженні военга орхестра. А кроме того, памятная дата – добрая нагода наведать светку тых суровых часов. Янаць Приходька сёння – один и ветеран Великой Айчиной войны у Ельску. Падарыць ему увагу и клопату гэтый день особлива важна. Спасибо, что не забываете, нашу Степанычу. Акция Ельшина памятая объяднала множество людей, яны розных узростов и профессий, али мотивация для уделу у акции ва усіх однольковая. Я думаю, что наше поколение, но всегда этот праздник останется на наших сердцах, мы всегда будем щастить эту память. Нужно помнить о том подвиге, который совершило наше поколение, который совершили наши деды и прадеды. Я председатель районной профсоюзной организации работников образования и считаю, что в первую очередь работники сферы образования должны воспитывать патриотизм в нашем молодом поколении. Поэтому для меня это очень значимо и важно для того, чтобы своим примером показать и дать дань уважения нашим предкам. Аграсадиба под назвой у Василисы Прыгожей у вёсты Жуки – невыпадковая месца для солдатского привалу. Смачная фронтовая каша, гарач и чай, песни военных часов, каля вогниша – усё гэта асабліва актуальна, минавіта тут. Василиса Прохорова, у гонора, якой назвали месца адпачинку, удельница партизанского руху. Прайшла усю вайну и покинула аутограф на сцене Райхстага у 45-м. Аграсадиба – знак поваги до Василисы Васильевны от любящих свояков. Я захотела увековечить её имя. Я всегда думала, сначала там, где я живу, на том селище сделать, но тут оказалось, это более приспособлено к аграсадьбе. И я так старалась, спешила к 70-летию символически открыть это 70 лет победы, Дню Победы. И в честь моей любимой, дорогой тёте, которая вырастила меня в патриотическом духе. Она мне вторая мама. Акция «Ельшина памятая» – добрая традиция для райцентра. Час идей, а ли свято вызволение от немецко-фашистских захопников заусёда отзнашается со широй любовью дародной земли. Миколайский инсиян Сергей Камкоу телерадует компания «Гомель» с Ельского района. Гомельский аблвыконкам подякова у працавникам республиканского унитарного предприемства «Гомель Энерго». Таким чином оценена их работа по одновлении энергозабеспечения населенных пунктов, которые потерпели у вынеку несприяльного надворья. Предприемства наведали наши корреспонденты. Для обычного человека наступствы мощного снегопаду это, прежде всего, пригожие краевиды и мягчимость урешті отшуть надыход зимы. Правда, у населенных пунктах, где уник у такого надворья отбывается отключение электрозабеспечения, настрой не таки радостный. Причим размова не только об темры у домах, а лей проблемах на живелогадовших комплексах. Усягожны при конце минулого тыдня на Гомельшине потерпели коля 200 населенных пунктов. Сильный дождь, переходящий в мокрый снег, налипание снега на деревья, особенно хвойные деревья, ломало деревья, ветви. Деревья ложились на линии электропередач, происходило перекрытие линии электропередач, отключения аварийные и в некоторых случаях происходил обрыв проводов на линиях электропередач. Отключения начались где-то с 4 часов утра 8 января и продолжались до 19 часов 8 января в течение дня. По существу, получалось у нас где-то каждый час отключались по две высоковольтные линии. Одновленшие работы велись не только днем, а и в темный час суток. Усягожу ликвидации наступства стихии были задейнишены больше, чем 200 человек и 65 одинок техники. Сегодня усягона находится на вытворчих базах, а и при необходности в любой момент готовые выехать на место здарения. Яя махчимостя дозволяюсь ликвидовать аварийные ситуации на любой территории. Линии электропередач часто знаходятся у тяжко доступных местах. Трапить куды на завышайной технице немахчимо. У ближайшие дни на Гомишине знов чекаются снегопады, але энергия таки до их готовые. Особых проблем не имеется, так как у нас машины полноприводные, мощные, используются на бездорожье, у лесистой местности, на болотах, где трудно подъехать с другой какой-то техникой. У значной ступени проблемы с порывами линий электропередач связаны с тем, что и они проходят прозвездные массивы. Зараз вокруг их пошали робить больш широкие просеки. А леша застается достатково шмат мессов, дезламанные, увы, не кустыхи древы, падают на линии. Для продухеления таких ситуаций на Гомишине выкористовываются новые техничные решения. У нас построено участок линии на повышенных опорах. Высота подвеса провода 58 метров. То есть провод проходит над лесным массивом, значит, и падение деревни в данном случае для нас не страшно. Это что касается основной сети. Что касается сети 10.04 кВт, мы уже более 10 лет строим высоковольтные и низковольтные линии электропередач с изолированным проводом. Это означает, что если дерево небольшое, оно упало и висит на проводе, то это сохраняет электростабжение потребителей. После того, как стихийные явления закончились, мы в спокойной обстановке отключаем линию без отключения потребителей и снимаем эти деревья. Таким вот образом эта проблема решается. Олег Сенцюрова, Ольга Канавалова, Сергей Камков, телередо, компания «Гомель». До Всебелорусского Народного Схода укриху больше, как месяц. Агульно-национальный форум запланованный на 11-12 лютого. Зараз во всех регионах республики идет подрихтовка. Сегодня в тем лику и эту тему обмерковали подчас программы «Открытая студия» на радио «Гомель плюс». Ее гостем был депутат Палаты представников Национального Схода Республики Беларусь Виталь Уткин. Сфера интереса у депутата на Усебелорусском Народном Сходе далейшая развиция регионов потерпелых у вынику авары на Чарнобыльской АЭС. Серьезная и трывалая база для этого створенная. Важно исти обранным шляхом и протягивать, полепшать экономичный стан этих районов. Там и далее повинна развиваться сельская господарка, зевляться прационные места и будовать жилье. У целым же Виталь Уткин лечить агульно-национальный сход важной подеей для Белоруссии и Яежихароу. От принятых решений у многим будет залежить курс, по яким треба рухаться к краине у ближайшие пять годов. Механизм издревления для славян знаком. Это народная вещь, все прекрасно понимают. Это сегодня подчеркивает действия нашей Конституции и направленность на то, что сегодня хозяином стране является народ. И президент, как грант Конституции защиты каждого гражданина, он этот механизм использует и дает народу высказать через различные слои населения свою точку зрения без политизации. Медик будет говорить о медицине, сельхозработник будет говорить о своем сельском хозяйстве, неокрашенном в политике. Вот это цемен, это диалоговая площадка нашего всего белорусского собрания. От Гомельщины на сходы отправится 310 удельников, свыше 65% депутаты. Их кандидатуры разглядались на сессиях Мясовых Советов депутатов, которые пройшли в опышные Дни Снежня. Остатных делегатов пропоновали Галиновые профсоюзы, Белая Русь, Белорусский союз Жанчин, БРСМ. Большаясь делегатов переважны средних возрасту, когда 20 человек молодые. Никога не покинуть позаувагой. В регионе протягиваются доброчинные акции, присвеченные новогодним и колядным святам. Одна из них сегодня прошла в Лоевском районе. Я ее инициаторы и удельники, Гомельская епархия и областные организации Червоного Крыжа и Белорусского союза Жанчин. Гости с подарунками наведали Бывальковскую больницу Сестринского догляду. Дмитрий Котов протягнет. В этой установе зараз проживают 19 состарелых людей, которые по различным причинам остались одни. Сюда приезжают из всего Лоевского района. В больнице Сестринского догляду комфортные умовы для проживания и медицинская допомога. Однако увага для этих людей николи не бывает лишней. Кожный подобный визит подея. У якости подарунков солодкие сюрпризы и предметы первой необходности. Инициаторы и удельники доброчинной акции областная организация Червоного Крыжа, Гомельская епархия и Белорусский союз Жанчин. Напереды дни новогодних святов яны ладили доброчинные мероприемства для детей. А зараз вырошили подарить святочный настрой постояльцам социальных установ. Решили в Рождество приехать пожилым людям, которые по воле разных причин оказались в больнице Сестринского ухода. И на мой взгляд им необходимо тепло, внимание наше. Мы думаем, что им очень приятно. А нам еще дважды приятнее, что мы увидели их которые нам рады. Акция в Луевском районе открылся соправный марафон добрых справ. В ближайшие дни архиепископ Гомельский и Жлобинский Стяфан разом с представниками Червоного Крыжа наведуют еще некольки социальных установ региона. Хочется благодарить в первую очередь государство и руководство, что есть такие в нас дома, где доживают люди свой век. То, что в одиночестве они обреченные на смерть. А здесь их поддерживают, их ухаживают. И поэтому благодарность большая руководству страны, руководству местному нашему, что заботится о наших пожилых людях. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания Гомель, Луевский район. Великой семьи просторное жилье. Лето 2200 шмадзетных семья у Гомельской области полепшили свои жильевые умовы. Задание на год складало прикладно 1757 семья. Для изведения жилья с Держпатрымкой в 2020 году было предугледжено больше 190 миллионов кредитных банковских ресурсов. Сумма была полепшенне жильевых умов шмадзетных семья с момента постановки надповедных улик зауседы в приоритете для мясовых органов улады. Лето с Гар райвы конкамы приняли на улик около 2500 таких семья и прикладно 2000 сняли. Постане на Снежень в регионе мают потребу полепшенне жильевых умов амаль 5757 семья. Они размиркованы на три категории. Первое те, кто будует квартиру, дом, твяди реконструкцию. Другая уличывает их, кто чекает отримания держподтрымки. Третья семьи, которые по разных причинам отмавляются от будовництва. Причины разные. Выбирают район за будовли, не володуют властными сроками на доплату, тимают дрянную кредитную историю. Сформировано задание по будовництве для шмадзетных семья и на этот год. Нам доводят задание 1550 семей в 2021 году обеспечить жильем. Но уже даже сегодня по предварительной оценке этот показатель будет перевыполнен, потому что те дома, которые мы запланировали вводить в текущем году, мы уже понимаем, где какая котира граждан будет определена. С початку года для владельников агроседебов и рамесников подоходный податок повысили удвоя. Причин ты, кто оплатил сбор за 2021 год, повинны будут доплатить. По мер сбору, який дейничал до конца снежня, складал для этих категорий плательщиков одну базовую величиню. Мерковалось, что он будет дейничать до 2021 года. Однако несколько годов тому шла размова об тем, как для владельников агроседебов сбор повеличить за 1 до 12 базовых величин, а для рамесников до чатырог. А ли ставки все-таки застались минимальными. С 2021 года налоговом контексте внесены знаменения касаемо физических лиц, осуществляющих ремесленную деятельность и деятельность в сфере агроэкотуризма. В частности, изменилась ставка сбора с одной базовой величины до двух базовых величин. Следует отметить, что также изменилась и сама базовая величина. С 1 числа она составляет 29 рублей. Те физические лица, которые осуществляют деятельность в сфере агроэкотуризма и осуществляют ремесленную деятельность и уплатившие сбор в 2020 году на 2021 год до 28 декабря, как было по законодательству, они обязаны будут доплатить сбор. То есть раньше была одна базовая величина, сейчас две базовые, то есть следует доплатить одну базовую величину. То, что касается физических лиц, начнут осуществлять деятельность в 2021 году ремесленную либо сфере агроэкотуризма, они уже будут работать по новому кодексу и уплачивать две базовые величины, то есть 58 рублей. Зараз плательщиками податку у сферы агроэкотуризма могут быть як физичные особы, так и сергас организации. У обновленным податковым кодексе так само конкретизовали, что мается на увазе под сельско-господарчими организациями и продукцией, калі размовэдзе про агроэкотуризм. Раслумачена, што гэта юридычные особы, які вырабляюць і перапрацовуюць продукцію, і про гэтым сума выручки ад гэтай дейнасті складая не меншы як 50% адагульной сумы доходу. Транспортный податок, які уведзіны ў Беларусі з новага года на взамен дорожнага збору, аута уладальнікі будуть выплачуваць за календарны год па факці валоданя транспортным сродкам. Такім чынам у адрозніні аддярш пошліны платіць наперед не прыйдзіцца. За ця перашні 2021 водіцелі заплотіць ў наступным годі. Разлічыцца за гэтый год треба будзі до 15 листапада 2022 года. Податковые органы накіруюць плательщикам повідомлінні. Выплачуваць збор обавязаные уладальнікі транспортных сродкав, які зареістраваные у базі ДАІ. Управнання здярш пошліна і ставкі податку будуть нижайшымі. Для особных категорий плательщикам продугледжіны льготы. Так пенсіонеры заплотять удвоя менш. Для інваліда у трэцій групы ставка податку зніжена на 25%. ГТА, так сама іншая по адресі www.tvarkomil.by Нахэтым випуск завершений. Усяго добраха і до нових зустріччю ефіры. Ефір телеканала Беларусь 4 продалжаєт де-факто в студії Николай Скинтіян. Здравствуйте. На пожарі в Брагене работніки МЧС спасли хазяіна квартиры і эвакуіровали соседі. Когда спасателі прибыли на місто вызова, горіла двохкомнатная квартира на первом этаже трехэтажки. Хазяін был обнаружен на полу в жилой комнате. Он госпитализирован. Сотрудники МЧС эвакуировали женщину і їё двох дочерей із сильно задымленной квартирой этажом выше. В результате пожара повреждено имущество в горящій комнате. Рассматривается версія неосторожного обращения с огнём при курении. Аналогична причина пожара і в Мозріському районі. Местні медики сообщили о госпитализации мужчины с ожогами, который впоследствии скончался. Ожоги он получил от загоревшейся одежды. Всего за минувшие сутки на территории Гомельской области произошло четыре пожара в жилом секторе. В Ветковском районе горела двухкомнатная квартира на втором этаже многоэтажки. Огонь уничтожил имущество в горящей комнате. Пострадавших нет, вероятная причина возгорания поджог. В Хойниках произошло возгорание в бане. В результате повреждены кровля, потолки и стены. Обошлось без пострадавших. Предполагается, что пожар возник из-за нарушения правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. В Хойниках нетрезвый мужчина оказал сопротивление милиционеру. В одном из баров райцентра проводили свободное время двое жителей Лельчиц. После полуночи мужчин попросили покинуть заведение. Однако 34-летнему гостю это не понравилось. И он набросился на хозяина бара. Мимо проезжали патрульные, которые попытались разрешить конфликт. Но гость оказал сопротивление и ударил сотрудника милиции. Посетитель бара задержан, возбуждено уголовное дело. В Гомеле мужчине потребовалась помощь спасателей. Пострадавший не смог снять украшения из-за отека с безымянного пальца правой руки и со среднего пальца левой. При помощи бокорезов спасатели сняли кольца. Госпитализация не потребовалась. Новобелецкий РУВД Гомеля устанавливает личность граждан, которые могут быть причастны к хищению кошелька. Мужчина и женщина, которых вы видите на экране, 6 января находились в помещении магазина по улице Ильича, 47. Если вы обладаете какой-либо информацией, правоохранители просят сообщить по номерам, указанным на ваших экранах. В Добруше уже 12 дней ищут женщину. Ирина Голенок ушла из дома 1 января. До сих пор о ее местонахождении ничего не известно. Пропавший на вид 30-35 лет, она плотного телосложения, ростом 160-170 сантиметров. Была одета в красную куртку с капюшоном, серые спортивные брюки с блестящими лампасами и черные кожаные ботинки. На предплечье у нее шрамы, на левом плече татуировка в виде абстракции. Если вам что-либо известно о ее местонахождении, просьба сообщить информацию по телефонам на ваших экранах. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Николай Скинтиян. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Футбольный клуб Гомель начал подготовку к новому сезону. Команда провела первую в 2021 году тренировку. Накануне из Стана Зелено-Белых пришли новости о принятых кадровых решениях. В связи с течением сроков действия контрактов команду покинули Дмитрий Коплунов, Терентий Луцевич, Егор Трояков и Мурат Хотов. Продолжат защищать цвета Гомеля и в следующем сезоне форвард Никита Некрасов и полузащитник Павел Теслюкевич. Возвращаются в систему клуба Игорь Кузьминок и Андрей Шкварков. Кузьминок в период с 2008 по 2012 провел за Гомель 93 игры. В минувшем сезоне 30-летний защитник выступал в Ислачи. Контракт с ним рассчитан на два года. Голкипер Андрей Шкварков выступал за Гомель-2 на протяжении двух сезонов. Минувший игровой год он провел в Гомельском Бумпроме из второй лиги. Хоккейный Гомель по обоюдному согласию расстался с двумя российскими защитниками. Андрей Курбатов в нынешнем сезоне экстралиги сыграл 30 матчей и сделал 4 результативные передачи. На счету Андрея Алексеева в 22 играх гол и 3 асиста. Дубль Жлобинского металлурга обменялся победами с юношеской сборной Беларуси в рамках хоккейного чемпионата страны высшей лиги. В первом поединке на домашнем льду Столивары уступили со счетом 5-6. На следующий день хозяева взяли реванш 7-2. В турнирной таблице Металлург 2 на четвертом месте лидируют минские зубры. В седьмом туре чемпионата Беларуси по волейболу среди женщин дивизионе Б гомельская надежда наведлась в гости к Цорь-Прибужье. Увы, привести домой победу гомельчанкам не удалось. Поражение со счетом 2-3. Несмотря на эту осечку надежда сохраняет за собой первую строчку в турнирной таблице. А вот гомельским полпредом в первой лиге мужского чемпионата удалось порадовать болельщиков. Бумпром на выезде был сильнее Могилевского Цоркоммунальник 3-0. Газовик в девятом туре принимал на своей площадке взлет из Зорши. Перед матчем команды располагались по соседству в таблице чемпионата. Несмотря на это серьезное сопротивление подопечные Дмитрия Лихорада получили только в первой партии. Для того, чтобы сделать разгромный 3-0 газовику понадобился всего 1 час и 14 минут. Победа позволила гомельчанам сократить до одного очка отставания от взлета. Газовик на пятом месте. Бумпром располагается на второй позиции. С новостями Спортова ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова